Здравствуйте! Нам нужно решить систему из трех уравнений с тремя переменными. График трех уравнений строится в трехмерной системе координат. Решить эту систему уравнений значит найти точку пересечения плоскостей, заданных каждым из этих выражений. Давайте я покажу, как примерно будет выглядеть график такой системы и ее решения. Итак, вот это у нас система координат в пространстве. Она имеет три оси. Это ось Х, ось У и ось З. Допустим, мы рассматриваем первое выражение, и его графиком будет вот такая плоскость. Я изображаю только часть плоскости. А графиком второго уравнения будет вот такая плоскость, которая пересекает первую вот по этой прямой. Вот как-то так она выглядит. Мы также продолжаем ее вниз. Я рисую всего лишь часть плоскости. А третья плоскость, возможно, где-то здесь пересекает одну плоскость, вторую. Примерно так будет она выглядеть. Я хочу, чтобы вы увидели, как выглядит система трех уравнений с тремя переменными. И решением такого рода системы будет точка с координатами Х, У и З, которые будут удовлетворять одновременно трем уравнениям. Если мы внимательно посмотрим на рисунок, то вот эта точка. Очень часто такие системы не имеют решений. Они несовместные, поскольку не так уж часто три плоскости одновременно могут пересечься в одной точке. Можно привести самый простой пример – три параллельные плоскости. Или же плоскости все-таки пересекаются, но пересечение это будет в форме треугольника. Допустим, это одна плоскость. Вот как-то так будет выглядеть вторая плоскость. А третья плоскость тогда будет вот такой. Она пересекает первую плоскость вот по этой прямой. Эти три плоскости образуют треугольник. Они пересекаются, но не все в одной точке. В данном случае такая система также будет несовместной. Приступим к решению нашей системы. Ключ к решению в том, чтобы устранить одну из переменных одновременно из трех уравнений. Мне кажется, проще всего избавиться от у. Здесь у нас у, здесь минус у и снова у. Мы можем сложить сначала эти два уравнения. И в результате мы получим одно уравнение с двумя переменными х и з. Затем мы сложим эти два уравнения и также получим одно уравнение с переменными х и з. Таким образом мы сможем решить систему, используя все три условия. Сначала мы складываем первые два уравнения, перепишем их. х плюс у минус 3z равно минус 10. И х минус у плюс 2z равно 3. В данном случае, если мы хотим устранить переменную у, мы можем просто сложить уравнение. В левой части х плюс х равно 2х, а у минус у сокращаются. Минус 3z плюс 2z – это минус z. В правой части мы получим минус 10 плюс 3, то есть минус 7. Значит, сложив вот эти два уравнения, мы получили 2х минус z равно минус 7. Мы просто сложили первые два выражения. Переходим к этим двум уравнениям. Мы берем второе уравнение и третье. Так, решение, которое мы в итоге получим, будет удовлетворять всем трем условиям. Перепишем уравнением. х минус у плюс 2z равно 3. И 2х плюс у минус z равно минус 6. Нам нужно всего лишь сложить эти уравнения, чтобы избавиться от у. х плюс 2х – это 3х, минус у и у сокращаются, 2z минус z – это плюс z, и это будет равно 3 минус 6, то есть минус 3. Значит, если мы сложим вот эти два уравнения, то получим 3х плюс z равно минус 3. Теперь перед нами система двух уравнений с двумя переменными. Такая система вам уже знакома. Перепишем ее вот сюда. 2х минус z равно минус 7. И 3х плюс z равно минус 3. Решить такую систему не составит труда, поскольку если мы сложим эти два уравнения, то переменная z сразу сократится. Но если бы одна из переменных так и не сократилась, то нам бы пришлось умножать одно из уравнений или оба на какой-то множитель. Но нам повезло, и мы можем просто сложить эти два уравнения. В левой части 2х плюс 3х равно 5х, минус z и z сокращаются, а в правой части минус 7 минус 3 равно минус 10. Разделим обе части этого уравнения на 5. И в итоге мы получим х равен минус 2. Теперь мы можем вместо х подставить минус 2 и попробовать найти другие переменные. Сначала мы подставим минус 2 вот в это верхнее уравнение и вычислим значение z. Итак, у нас здесь 2 умножить на х, а х равен минус 2. Минус z равно минус 7. Или минус 4 минус z равно минус 7. Прибавим 4 к обеим частям уравнения и получим… минус z равно минус 7 плюс 4, то есть минус 3. Умножим или разделим обе части на минус 1. И у нас получится z равно 3. А теперь мы можем вернуться назад и подставить получившееся значение переменных в одно из первоначальных уравнений. Возьмем первое уравнение. Итак, х, то есть минус 2, плюс у минус 3 умножить на z, то есть на 3, равно минус 10. Нам нужно найти у. Итак, минус 2 плюс у минус 9 равно минус 10. Минус 2 минус 9 – это минус 11. Значит, у минус 11 равно минус 10. Прибавим 11 к обеим частям. И в результате мы получим у равен минус 10 плюс 11, а это 1. Итак, х равен минус 2, z равен 3, а у равен 1. Теперь давайте проверим, действительно ли эти числа удовлетворяют трем уравнениям системы. Проверим, на самом ли деле точка с такими координатами принадлежит трем плоскостям, заданным вот этими уравнениями. Итак, х равен минус 2, у равен 1, z равен 3. Мы подставим эти числа в каждое уравнение. Первое выражение – минус 2 плюс 1. Вы ведь помните, что у равен 1. Давайте еще раз запишем получившиеся значения переменных. у равен 1, х равен минус 2, а z равен 3. Вот такое у нас решение. Если мы подставим эти значения в первое уравнение, то мы получим минус 2 плюс 1 минус 3 умножить на 3, то есть минус 9, и это должно быть равно минус 10. И так оно и есть. Минус 2 плюс 1 – это минус 1, а минус 1 минус 9 – это минус 10. Значит, эти три числа удовлетворяют первому уравнению. Переходим ко второму. Минус 2 минус у, значит, минус 1 плюс 2 умножить на z, а z равно 3, значит, плюс 2 умножить на 3 – это равно 6. И это должно быть равно 3. Итак, здесь у нас минус 3 плюс 6, что на самом деле равно 3. Значит, наш ответ удовлетворяет и второму уравнению. Переходим к третьему, последнему уравнению системы. 2 умножить на х, то есть на минус 2, а это минус 4, плюс у, то есть 1, и минус z, то есть минус 3, и это должно быть равно минус 6. Итак, минус 4 плюс 1 равно минус 3, а минус 3 минус 3 действительно минус 6. Таким образом, наш ответ удовлетворяет всем трем уравнениям. А значит, мы правильно решили систему. Надеюсь, все было понятно. До скорой встречи!